друзья всем привет с вами канал пиво делаю сам я его ведущий равен арматурович бетонские сегодня у нас обзор и дегустация пиво hoprider крафтовая лагерь зеленая обезьянка совсем недавно я ее попробовал точнее я ее попробовал в июне 2023 года это вот одна из последних обезьянок именно пиво hoprider которое я попробовал хочу сказать что принципе оно мне понравилось самое мое вкусное которое мне понравилось года два назад я попробовал это баночка синенькая синенькая плл если это у нас лагерок то то было пл другого стиля пиво данная баночка у нас имеет начальную плотность 11,3 процента это плата написано здесь алкоголь 4,9 в этой баночке ну что давайте наверное наливать я так думаю уже пора и значит одно значит маленькое такое вот значит такой маленький совет рекомендации ребят если вы берете это пиво обычно оно продается в кб я брал его по 56 рублей за баночку а если вы какие-то берете другие стили пива ну вот например я соскучился по такой вот обезьянке мое самое такое любимое плл из самых первых которых я попробовал в этой линейке вам мой совет никогда первой не пейте вот эту синюю обезьянку если у вас есть выбор первой всегда пейте зеленую обезьянку по одной простой причине потому что если вы первым выпейте вот эту вот баночку первой выпейте то вот эта баночка вам покажется просто водой это я вам говорю как любитель пива ну что давайте наверное дегустировать не будем долго рассусоливать сегодня на улице не получилось и дегустация по одной простой причине потому что во первых поздно все стемнело во вторых идет дождь сегодня мы будем закусывать вот такой вот таранькой так ну что давайте приступать не будем тянуть кота за хвост пиво я охладил в холодильнике такая прекрасная пенка даже за один раз вот эту баночку 033 я думаю что не получится влить надо будет чуть-чуть подождать пока пенка рассядет что здесь можно сказать блин здесь конечно освещение не очень но такой вот хороший цвет знаете как жигулевское пиво легкий такой вот желтенький цвет пена достаточно мелко зернистая плотная но вообще вот пивоварни которые производят данные данную линейку пиво да вот она очень узнаваемая не обязательно даже там вчитываться вдумываться можно просто по цвету вот это вот зеленая обезьянка есть у них еще бирюзовая обезьянка тоже я пробовал но сейчас нету в продаже есть золотистая банка summer летний лагер тоже мне очень хорошо зашел тоже сейчас куда-то он пропал вот этот золотистый был предпоследний который я в этой линейке попробовал стаут есть есть у хопрайдера значит и по ребят оранжевая баночка говорить можно долго надо все дегустировать но если честно волковская пивоварня выпускает ипу круче если сравнивать вот с этой немецкой хопрайдер она более водянистая на фоне волковской но не суть кому что нравится так ну все вроде долил я все долил вот такая вот зеленая обезьянище весьма она запоминается написано крафтовый лагер сейчас мы по вкусовым ощущениям я вам все расскажу в принципе очень хорошо что выпускается в таких маленьких баночках на мой взгляд пусть лучше будет поменьше но вкуснее так пена уже практически осела плотненько давайте понюхаем пахнет именно значит хорошо охмеленным лагером вот так я вам скажу что ваше здоровье кто еще не подписался на канал пиво делаю сам ребят и подписывайтесь с равеном арматуровичем скучно не будет дегустируем что-нибудь поделаем попробуем сделаем обзор так вот такая таранька с перцем чистое море без усилителей вкуса меньше соли вес 40 грамм срок хранения 80 да кстати что по вот этому хоп райдеру по дате производства и хранения но хранение здесь очень долго я сразу вам скажу пиво выпущено 18 июня 2023 года так по 18 декабря 2024 года видите полтора года срок хранения говорят о том то что пиво стерилизованы так ну что давайте дегустировать зеленую обезьянку как я говорю по запаху лагер хорошо охмеленный пробуем ваше здоровье дождь вроде перестал ну что я могу сказать лагер до лагер значит ярко выраженным чувством хмеля достаточно четко выраженная горечь на послевкусие сразу вам скажу ну думаю для жаркого дня где-то там у водоема неплохо зайдет такой вот солодовая послевкусие мягкая принципе неплохое пиво на мой взгляд за такие деньги раньше эти баночки стоили в кб 49 рублей сейчас они стоят 56 рублей так как курс европатрос соответственно цена росла такие вот палочки прессованное вот это вот рыбное филе ну это я так думаю что в китае это все изготавливается соломка все эти закуски пахнет стружкой по тасу написано таранька ну написать можно ли на заборе но не факт что там будет для своих 56 рублей я хочу сказать что это достаточно неплохо это пиво стоит своих денег пена плавно садится по стеночкам она скажем так с проплешинами остается ваше здоровье дамы и господа в принципе неплохое пиво за свои деньги 56 рублей вполне пойдет очень питкая мягко выраженный солодовый аромат после вкусе содержится и четко выраженный хмель он здесь хорошо ощущать насыщенная горечь хмеля хорошо ощущается придает этому пиву свой именно характер да кто не в курсе немцы называют это пиво шутку трупной водичкой вы спросите почему трупная водичка я вам отвечу что данная пивоварня находится рядом с кладбищем со старым кладбищем прошу заметить не с действующим воду они добывают со скважины достаточно с глубокой поэтому скажем так в грунтовые воды вот содержимое с кладбище никоим образом не попадает но тем самым называют они пиво из данных данной пивоварни трупной водичкой так что трупная водичка ну что еще здесь стоит отметить никоим образом конечно считать то что это крафтовое пиво нельзя это я вам сразу говорю потому что это пиво идет в масс-маркеты достаточно большим объемом но непосредственно люди которые занимаются продвижением данной продукции они сделали очень правильный маркетинговый ход то что вот сама тара баночки плюс еще название на каждой баночке достаточно такой удачная запоминающиеся вот эта обезьянка здесь даже я не смогу сейчас назвать вам пивоварню она у меня как бы по памяти где-то отложилась но я ее сейчас не назову хоп райдер вот всем известно но это не название пивоварни сразу накажу название пивоварни другое немножко здесь так мелко написано при таком освещении мне не прочитать сразу вам скажу попробую конечно может если меня здесь свет упадет лагер светлая фильтрованная постерилизованно естественно оно постерилизованно если она может храниться полтора года ребят если пиво хранится полтора года естественно постерилизованно там все процессы уже остановлены уже не будут дображивать ничего не произойдет больше ничего про состав даже вам ничего не скажу что очень мелко не видно написано вот крупными что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью ребят но я вам хочу сказать что чрезмерная так сказать работа тоже может вредить здоровью да вот эти бесконечные просыпания по будильнику тоже вредит здоровью когда ты не можешь отоспаться и поднимаешься на работу ну вот здесь вот есть вот прекрасные вот эти обозначения 11 3 плату видите по европейским стандартам плату это начальная плотность пива 35 это у нас цвет да я так понимаю и убью алкоголь 49 что такое 49 я объясню это буквально на пальцах 49 процента значит на 100 миллилитров пива 49 миллилитра алкоголя надеюсь доходчиво объясню ну что здесь еще можно увидеть еще больше не нельзя не увидеть слишком мелко написано полтора года у него срок годности ребятки срок годности полтора года у данного пива ну рекомендуемое время его употребления нет ни о чем не говорить что через полтора года он прямо вот этот вот это вот обезьянка прямо в мочу превратить никоим образом самое главное чтобы температурные режимы не сильно скакали скажем так чтобы его под прямыми солнечными лучами где-то он в палетах не находился да вот этот вот это вот обезьянка чтобы ничего такого него будете нормально кстати банка это самая замечательная тара для пива сразу вам скажу самое замечательное по крайней мере еще большой большой плюс банки это то что ее по крайней мере можно утилизировать если вы бутылки кидаете в общий мусор то дальше неизвестна судьба никто не будет сортировать все это будет где-то киснуть в общих несортированных помойках банку всегда можно замять и всегда можно ее сдать пусть не за очень большие деньги но по крайней мере вы сделаете доброе дело сами отсортируете этот мусор по крайней мере вот на данный момент вот такие вот банки заплющены их можно сдать в цвет мет по цене 40 рублей за килограмм вы подумайте сколько в килограмм влезет таких банок напомню то что данная банка она имеет вес 12 грамм если я не ошибаюсь а большая банка 0,5 по моему 16 грамм ну при переплавке вот этого алюминия большой процент просто испарится сразу вам скажу они прогорят просто напросто в момент когда ее будут плавить ваше здоровье ребятки подписывайтесь кто не подписался на канал пиво делаю сам что нибудь еще продегустируем обязательно идет очень хорошо не напряжно я думаю что в жаркую солнечную погоду можно взять такого пива побольше ни коим образом это не будет как-то напряжено для организма ну по крайней мере для моего не знаю и для вашего под хорошую легкую закуску а что может быть легкой закуской я вот не понимаю как в германии закусывают значит всякими рульками картофелем то есть достаточно так плотно закусывают пиво пиво еще у меня осталось камера компонсирует мозги наверное потому что память переполнена отключается уже неоднократно но я включаю пока идет дегустация что-то что-нибудь что-нибудь еще расскажу остановились мы на том что я не понимаю как немцы закусывают жирной пищей рульками с картофелем вообще пиво просто не понимаю так же как они не понимают как русские любители пенного напитка закусывают сушеную рыбу они это просто не понимают что-то чистить и так далее можно для себя например открыл новые закуски которые мне в принципе под пиво хорошо заходят это семечки черные семечки также белые семечки могут быть чипсы ну чипсы это скажем так европейская закуска под пиво здесь такого ничего визитного нету и что еще скажем можно использовать для под пиво да ну рыба само собой ну просто многие не любят ее чистить скажем так а вот какие-то такие вот скажем жирные закуски да вот как рулька там колбаски там брецели ну можно один раз попробовать конечно но это немножко не мое я думаю что все-таки такие закуски плотные да они хорошо подходят под пшеничное пиво на мой взгляд конечно немецкие пивовары они не превзойденные в производстве пшеничного пива хотя многие могут со мной поспорить сказать то что самые хорошие пивовары это чехи не спорю касаемо пива крушовица да это на мой взгляд одно из лучших сортов пива но немцев по пшеничке мало кто переплюнет дай бог им всем здоровья ну вот продегустировали зеленую обезьяну обезьяна неплохая что я могу от тебя сказать я могу от тебя сказать только одно то что это лагер достаточно сильно охмеленный да пиво неплохое пиво ребятки лайкос поставьте за ролик напишите ваши комментарии пробовали вы это пиво какое впечатление оно у вас оставило понравилось не понравилось обязательно напишите напишите с чем можно сравнить это пиво например я не могу к сожалению ни с чем его сравнить если сравнивать с моим любимым Афанасием марочным лагером не могу вообще сказать вот что что мне скажем так больше нравится Афанаси или вот этот хопрайдер лагер не могу это пиво имеет свой характер так же как и пиво Афанаси марочный имеет свой характер на мой взгляд их сравнивать глупо глупо потому что и то и то пиво хорошее и так мои хорошие подписывайтесь на канал пиво делай сам пишите ваши комментарии обязательно поставьте лайк сик равену арматурочную я с вами прощаюсь всем всего самого хорошего и прекрасного пива вам ребята по жизни всем пока